Меня хорошо слышно. Напишите, пожалуйста, слышно ли вы, потому что бывают какие-то проблемы с микрофоном. Надеюсь, все меня могут слышать. Видеть не обязательно. Все, благодарю. Ну что ж, итак, я сейчас открываю презентацию, начну рассказывать. Если будут какие-то вопросы, походу вы можете написать в чат, потому что неудобно заглядывать во время вебинара в чат и смотреть вопросы. Если будут, вы только запоминаете, по какому поводу спрашивали, а то я могу не сообразить. Так, сейчас минуточку я все открою. Уберу все лишние корки, в том числе саму себя. Ну что ж, мы будем говорить про тренажеры для обучения чтения, которые уже существующие, которые уже есть, их можно просто заказывать и покупать. Почему возник такой вопрос о рассказе про них? Потому что мы прекрасно знаем, что сколько бы ни учили, чтению всегда обучить сложно. Ну еще и немножко сложно как-то это куда-то внедрить, да, мы думаем, что вот надо бы слова учить, надо бы грамматику, куда нам встать чтение. Всегда можно что-то перевести в игру. И к тому же дети немножко сопротивляются. Вот недавно у меня совсем был ученик, который сказал, я и так алфавит знаю, ABCD и хватит. Все, дальше не буду. Ребенок, который хочет стать программистом, мне пришлось ему долго объяснять, что английский ему пригодится. В том числе нужно уметь читать и писать, да, и говорить, и понимать. Итак, большое отступление. Какие тренажеры? Их, конечно, намного больше, но сегодня я буду говорить про вот эти два, так как первое – это буквы и звуки. И мы потом постепенно перейдем к словам и фразам. И между собой связаны, и я бы рекомендовала как бы брать их вместе, потому что первый научит читать, а второй научит читать, произносить и составлять целые фразы. Ну что ж, мы поговорим сейчас про тот, который буквы и звуки, потому что, как я сказала, лучше их использовать по порядку. Сейчас я попробую брать эту сверху. Так как этот у нас начинается с букв и звуков. Немножко хочу сделать отступление. Конечно же, каждый может взять просто эту книжку, начать по ней работать. Сейчас вы видите, там есть небольшое предисловие. Но что буду делать сегодня? Кроме того, что я расскажу о наличии, существовании таких книжек, я всегда, когда какие-то осваиваю новые методики, новые какие-то книжки смотрю, новые тетрадки, я туда вкладываю что-то свое. Вы тоже, наверное, так делаете. Ну, невозможно просто идти ровненько. Вот так автор решил, тем более мы не знаем, чего решил автор. И поэтому я вот с вами поделюсь. Потому как просто посмотрите эту книжку, что с ней делать, вы можете сами. К тому же, как вы видите слева, в книжке есть вот такое методическое сопровождение. То есть оно находится в конце книги, если что. А там можно прочитать. Что заложил туда автор. Есть тут ссылка на слова и на транскрипцию, которую можно прослушать. То есть тут есть какие-то задания, уже можно этим пользоваться. Но, как я сказала, у меня всегда есть какие-то еще идеи, и буду про них рассказывать. Что я рекомендую, кроме того, что мы берем эту книжку. Сделать обязательно карточки. Ну, со словами из книжки, и картинка, и слово всегда по отдельности, потому что они пригодятся. Будет много игр, которых можно будет использовать. И насчет самих картинок. Я всегда делаю так эти картинки, те, которые есть в книжке. И потом уже их заменяю другими. Почему? Потому что, чтобы сначала у самых маленьких эта ассоциация проходила, что картинка точно такая же, как была в этой книжке. Ну, и для того, чтобы у них как-то в этой книжке возникла любовь. Так, делаем такие карточки. Потом карточки с буквами. И я их еще делю на гласные и согласные. Причем не просто на согласные. Вот вы здесь увидите, будут гласные, они такими красными. Ну, не очень яркими красными. Более розоватыми выделены. Гласные у меня красные. А вот согласные я еще делю на две категории, на синие и зеленые. Синим я делаю те, которые звук от буквы, которые можно соотнести с этой буквы, например, B, B. А зеленым те, которые, например, H или W, которые называются не так, какой звук дают. И те, у которых есть два звука. Там G, C. Те, которые, ну, так просто не запомню. То есть мы, например, есть T, T можем провести, да, есть B, можем B, D, D. Это легко. А есть такие буквы, у которых этого нельзя сделать. Потом дальше уже нам это все пригодится, но вот чтобы они запоминали. И потом у них будет это откладываться, что она была ведь и другого цвета. И я им потом уже, когда мы рассматриваем правила чтения, и в этой книжке они все, конечно же, есть, я им говорю, а помните, эта буква была другого цвета? А почему? А, да. И когда они видят еще одну букву зеленого цвета, говорят, а она тоже будет немножко иначе читаться. У нее тоже два звука дает, да, и у них так запоминают. То есть на цветах реакции хорошие. Ну, и карточки со значками транскрипции, потому что здесь они даются. Но здесь я тоже хочу обговориться, это от того, даете ли вы их. Конечно, если вы будете именно по этой книжке идти и работать, о чем мы сейчас разговариваем, тут они нужны. И мы их учим, показываем их и разбираем эти звуки. Просто я знаю, что есть учителя, которые избегают транскрипции. Я не говорю, что это плохо или это хорошо, никак, просто есть такое. И тогда они не делают. И вот я написала со звездочкой вложения. В конце я вам отправлю ссылку. Там можно будет скачать, если кому нужно, файл, в котором есть все значки транскрипции. Можно их просто распечатать и не пригодятся. Дальше, такой вопрос, когда работать с книгой. Ну, тут я разделю на когда вообще начинать и когда нам это вставлять. Когда работать с книгой, здесь в этой книге заложено так, что учить алфавит до начала работы с ней не обязательно. Но это не значит, что, боже, мы уже выучили, не будем теперь с этой книгой заниматься. Нет, просто не обязательно сначала его выучить. Можно начинать сразу работать и постепенно изучать. Причем он будет гораздо лучше запомниться, чем когда мы его изучаем по порядку. Как я сказала, A, B, C, D и хватит. Они все там до середины, например, даже меньше. Третью часть рассказывают. Ну, не все, большинство. Потом у них теряются, они КЛН говорят и так далее. То есть они просто теряют эти. А вот как скороговорку запоминают и напевают и так далее. Здесь будет в другом порядке, но они их запомнят, потому что мы будем не только каждую букву называть и запоминать, будем запоминать ее звук, значок и слово. Поэтому до начала учить не обязательно. Если уже учили, ничего страшного. Подмога хорошая. Наоборот, сейчас он перемешается. По крайней мере, этот алфавит. А не будет эта скороговорка, которую, чтобы вспомнить букву в середине, надо вспомнить все начало. Поэтому просто если учили, будем пропускать часть заданий или быстро делать. Не все мои игры можно будет вставлять. Но возьмем больше на чтение, будем читать. И там увидите в конце, которые можно будет самостоятельно составлять. И еще один момент. Если не брали в первом-втором классе, не в сеть школе работает, репетиторов тоже много. Вот пришел ребенок, в первом-втором классе не учились. В третьем-четвертом не поздно. Будем учиться читать в том возрасте, в котором нужно. Еще бывает, в пятом классе начинается английский, и он как второй язык. Здесь тоже можем вполне себе брать. Просто чуть старше им будет уже неинтересно. Немножко скучновато будет. Ну, пятый еще может быть. Хотя они будут немножко сопротивляться. Я помню, дочка пришла и сказала, нам смешную песню включали. А я помню, ты ее включала маленьким. Это песенка Hello, How are you? Нам включали, мы смеялись. То есть эти уже нет. Но какие-то все равно элементы отсюда можно было взять. В общем, никогда не поздно начинать работать с этим особенно. Ну что ж, посмотрим, из чего она состоит. То есть первая страничка буквально это у нас сам алфавит с буквами. Тут смотрите, и буквы, и транскрипция, да, и как произносится, и все, что можно сделать с этой буквы. Но здесь есть, ну, слова здесь нет. Что я с ним делаю? Я никогда не оставляю никакие неоглавления, ничего в учебниках пустыни. Раз у нас есть, будем работать. Изучили мы, вот сейчас у нас первая гласная будет И, на ее примере сегодня будем работать. Мы здесь отмечаем, что мы ее изучили. И изучили тот звук, который отвечали на руке, его здесь отмечаем. И вспоминаем потом, как это было. Отмечаем разными цветами, чтобы это отличалось. И в конце, когда все это закончится, вот у нас целая такая табличка со звуками и буквами, которые мы уже знаем, когда и как произносят. Они там делают свои пометки, что-то рисуют и так далее. Ну, как я сказала, первое у нас урок будет это с буквой И. Ну, здесь три согласных. Сейчас я об этом еще отдельно поговорю. Сегодня я буду на примере вот этого урока рассказывать, потому что все остальные примерно за собой все будут подтягивать. Будут такие же. Да, мы здесь видим, изучаем сначала буквы, потом у нас здесь есть картинки. Каждое слово картинки у нас по буквам разобранное, по звукам. Мы прописываем строчную, заглавную строчную букву, потом все этими заглавными пишем, маленькими. В общем, все здесь примерно будет одинаково, да даже примерно они будут повторяться с гласными буквами, потом пойдут еще и соединения. Примерно построено одинаково. Но как же нам это преподнести? Мы же не приходим на урок, хотя я видела, что так приходит. Не говорю, так открываем, сегодня будем читать, учиться. Все, давайте. Начинаем. Нет, конечно, мы же так не будем делать. И нам нужно как-то всегда, вот особенно самым маленьким, им нужна вот эта вот интрига. Мы должны как-то им преподнести, чтобы они заинтересовались, почему. Так я делаю не только с этими буквами, но вот с буквами мне очень понравилось делать именно так. Даже онлайн я это делаю, потому что можно все условия создать. Пишем на доске. Очень удобно, когда этот урок оффлайн. Мы в доске пишем или прикрепляем на доске в каком-то любом видном месте перед уроком вот эти буквы. Если сегодня на этом примере делаем, то вот эти буквы-то я прикрепляю. Но никакого внимания им не уделяем, ничего не говорим, не акцентируем просто на них никакого внимания. И если они спрашивают, я просто загадочно говорю. Скоро вы знаете? Можно прикрепить себе куда-то бейдж с этими буквами, хотя бы с одной вот тут и. Я могу себе прикрепить, если спросят, я могу сказать, что у меня и нет. То есть как-то вот нужно это создать, такую ситуацию. Дать эти буквы какой-то игрушке. Я даже, например, могу прикрепить, у меня тут лисята в основном, куда-то на нос, на ушко. И когда здороваемся, вот они видят. Это я онлайн даже так делаю, если онлайн, это еще удобнее. Да, можно показывать карточки. Вот, допустим, у меня есть карточки тут с персонажами от учебника. И между ними раз у меня мелькают вот эти буквы. И когда я им показываю, они называют, потом раз попалась буква И, например. Они смотрят, если они не знают, они меня не называют. Я тогда говорю, что, а, это буква И, что она тут делает, я не знаю. Да, если они знали, не называют, я говорю, а, как тут оказалась буква И. То есть вот таким образом они попадаются, эти буквы. И мы их откладываем, они просто делают вид, что это было случайно. Также эти же буквы могут откуда-то выпасть случайно. В ходе того, что из кармана. Маленькие бумажки могут. Раз такая буква выпала, они пойдут смотреть, что это, и увидят. И главное нам вот этот вот эффект неожиданности и интрига. Потому что потом, когда мы перейдём сюда, они скажут, а, это было на диске, у вас это буква. И это будет запоминаться. Почему я так стала делать, я вам расскажу. Я уже была взрослая. Ну, я училась тогда. Красиво, господи, на медсестру. Давно, когда-то много лет назад. И наша преподаватель шла по коридору и мне говорит, подержи. Она мне дала, я сейчас уже не помню, как это называется, конечно. Просто помню этот момент, куда лёд кладут, чтобы прикладывать после травм, после ушибов. Я говорю, подержи. И ушла. Я стояла, держала, думаю, что это такое. Пошла увидеть, стала по сторонам смотреть. И в кабинете увидела, на сцене написано, средства оказания первой помощи. И вот это, не помню, назад типа грелка какая-то штучка была. Блин, кому что-то знает. Я уже забыла, потому что не работала. Давно уже не работала. И вот я посмотрела, всё, я узнала. Когда она начала весь свой урок, я увидела, что она об этом рассказывает. Я говорю, ой, я знаю, зачем это. Она говорит, а вот Элина Молодец посмотрела по сторонам и нашла. Видите, как полезно. И все потом вспоминали, а помнишь эту штуку, которую ты, в общем, это всем запомнилось просто потому, что она сделала так. Потом я её встретила когда-то на улице. Она мне сказала, я специально так сделала. Вот поэтому будет интересно, чтобы они это где-то увидели. Даже я делала, хотела прикрепить вчера, не успела. Я в цветы, когда в школе работала, вставляла цветок на окне, какую-нибудь палочку с буквой, или это делала уже когда мы слова изучали, с карточкой, какой-нибудь тема. И они обращали внимание, да, вот что-нибудь такое можно поставить там. Можно сзади себя на себе написать. Простор для фантазии. Вот они помнят потом, что это такое, когда мы уже переходим к тетракте. Ну, здесь я хочу просто показать, какие странички ещё есть. Видите, буква «Ю» тут появляется и так далее, и задание примерно одинаковое. Но кроме этого, мы должны делать что-то ещё, поэтому начинаем, да, что мы делаем. Если учили раньше алфавит, да, мы можем где-то немножко вспомнить, повторить его, и рассказываем такую присказку, да. Сегодня мы будем учиться применять эти наши буквы. Может, зачем-то их учили, зачем-то они нам нужны. Ну, значит, пора учиться читать. Они сами скажут, потому что мы будем читать. Я говорю, например, вы все знаете, как будет... Показываю цифру, да, эту 10. И пишем «тен». И знаете, как пишется. А давайте назовём эти буквы. Назвали буквы, а давайте посмотрим ещё на звуки, потому что ведь слово, когда мы его произносим, мы же не произносим буквы, мы же не говорим «тен». Иначе это будет не «тен». И проводим какую-то аналогию с русским языком, что у нас также мы не можем просто прямо называть под ниву. Мы же не говорим «хлеб». Х-л-е-б не получится. Нам нужно сказать звуки. Особенно маленьким важно это говорить, потому что не пытаются читать буквами. Думают, что раз так называться, так и будет. Они даже не соотносятся с русским языком, что мы тоже не произносим буквы, произносим звуки. И дальше мы говорим, ну почему же буква называется «и», а мы читаем её как «э». Ну, «э», например, вот «э» написала. И здесь можно рассказать свою историю. Я на самом деле говорю в закрытом слове, что когда вот эта гласная буква красненькая, вот там она не выделена красным, а вот подчёркнута у неё звук выделена, она когда стоит между двумя согласными, между синей и зелёной, между синий и синий, между зелёным и зелёным, если так бывает, то она, вот эта буква «и» будет произноситься как «э». Она такая «э», вы чего меня окружили? Ну, им запоминается. Вот они тут вспоминают. Вы можете какие-то свои. Я просто написала свою историю, то есть как у вас, как вы преподносите эти закрытые условия и так далее. На самом деле много этих сказочек, поэтому и бывают для разных разные, поэтому на ходу можно применить. Ну, мы теперь знаем, как произносятся эти звуки, да, какой звук даёт каждая буква. Ведь ещё раз их повторим, повторяем, и мы уже знаем, да, вот это слово «цент» теперь знаем. Давайте теперь посмотрим «спен» и так далее. То есть мы разбираем их по буквенно и назваем. Потом они их тут прописывают. И вот у них уже будет четыре слова. И самое главное, я обращаю внимание на то, что если мы вот одну букву меняем, «цент» и «нет» поменяли местами, да. У «цент» типа «меняли на «пи» стала «пэн». Им становится интересно. Они начинают подставлять другие буквы. Это те, кто учил раньше. Начинают подставлять другие буквы. А бывает ли так, и бывает ли так. Им становится интересно. И так они запоминают, что буквы-то мы сменили, а та, которая в серединке, не изменила свое произношение. Как они делают, когда им напишешь, например, в открытом слове «name» и потом поменяешь «н» на «с». У них становится «сами». А так вот, если они сами меняют эту букву, а не мы им заменяем слово, они понимают, что вот, мы же букву просто поменяли, один из букв, да, осталось то же самое. Так, мы меняем на снова слово. Сказал, если не учили, то мы просто говорим, что сегодня будем учиться читать. Нам нужно для этого знать буквы. Все то же самое, просто это будет чуть-чуть медленнее, потому что надо будет отдельно сначала буквы проговорить, да, потом отдельно разделить их на согласные-гласные. Потому что те, кто изучали, они уже правила к этому моменту знают про гласные-согласные, да, про то, что гласные можно петь и так далее. Поэтому здесь единственное, что будет, что мы сегодня научимся читать. Разницы нет, будет только дольше, как я сказала. Ну что ж, как я сказала, здесь будет много, в принципе, заданий в самой книжке, но, ну вот, я не знаю, мне всегда мало есть торопышки, которые быстро сделают, и тогда я делаю так. Я тогда те задания, которые в книжке даю домой, потому что кто-то быстро в классе сделает это медленно, и потом сидят друг друга, ждут, смотрят. А в классе мы делаем другую. Итак, карточки. Как я сказала, вначале делаем карточки, без карточек мы никуда не можем. Ну, я говорила, что лучше те картинки, которые тут, но, конечно же, не обязательно. Вы же, эти все карточки есть. У всех есть уже наборы карточек, и просто вы из них собираете те, которые понадобятся для этого. Ну, придется их, может быть, подобрать отдельно. У меня, кстати, даже нецветные карточки нормально не работают. Игр с карточками очень много. Я думаю, что часть из них вы знаете, но все равно стоит напомнить, что мы с ними точно так же можем играть, когда и учимся читать, и когда запоминаем буквы, а не только, когда нам слова нужны. Показываем картинку, нужно написать слово. Тут я не говорю в том порядке, что это самое легкое, там, в самом случае нет, просто они уже мне в таком порядке вспоминались. Показываем картинку, нужно написать слово. Или показываем слово, нужно назвать, прочитать, да, или если у них тоже есть картинки, то они могут это нарисовать. Можно выйти к доске и нарисовать. Ручку, думаю, несложно нарисовать. Там слово «пять», например, тоже несложно нарисовать. Что-то могут нарисовать. Просто вот этот вот процесс, когда они идут и рисуют, и кто-то еще другой рисует, вспоминается лучше всего. Или наоборот, называем слово, нужно показать картинку, если у них есть, да, или написать на доске, как я сказала, написать на листочке это слово, либо даже нарисовать на маленьком листочке и показать. Дальше. То, что любят очень маленькие. Пишем букву или целое слово в воздухе. Они любят написать это. Начинают руками водить, да. На столе. Почему надо писать на столе? Чтобы, как я говорила, в кончиках пальцев находятся рецепторы, связанные с речью напрямую. И когда вот они давят на стол, они у них раздражаются, каким образом они запоминают. Поэтому пишем сначала в воздухе, потом это же пишем на столе и на ладони. Здесь тоже, чтобы раздражать эти самые нервные окончания. И еще, пока не забыла, скажу, раз про рецепторы говорила, полезно карандашом писать, у которого грани есть. Потому что они тоже раздражают, наверное, эти рецепторы. Дальше. Один пишет слово в этом же воздухе, да. Другие отгадывают. То есть он говорит, что выйти к доске и писать. И пишут они, можно, маленькими буквами, большими. Я имею в виду не заглавными и строчными, а именно огромную букву написать и маленькую. Такую большую и большую, да. Или вот такую маленькую. То есть чтобы они тоже это различали. Это не для того, чтобы у них зрение обустрилось. Это для того, чтобы они просто еще раз и еще раз это увидели и услышали. То есть мы их немножко обманываем. Вот я сказала, пишем в воздухе огромными буквами. Еще можно сделать, что они вдвоем пишут. Вот так вот руки складывают, две руки, и пишут одну букву, надо договориться. Остальные отгадывают. Изображаем буквы всем телом. Там увидите, будет картинка, как можно изображать. Можно им показать. Всем телом можно пальчиками, просто, например, букву И достаточно легко. Вот так вот изобразили. Да, мы в другую сторону показывали. Там букву Н, например, если будет таким образом изобразить. Друг друга могут позагадывать, показывать их в листе, выйти и так далее. Дальше. Каждому в тройке или четверке выдаем по букву, в зависимости от того, какие слова можно будет составить. И они встают в порядке слова. Остальные отгадывают. Ну, то есть им нужно будет назвать свою букву сначала и потом встать. То есть им придется запомнить и сказать, какое слово получилось. Ну, и если мало детей, то раздаем по 3-4 буквы уже каждому. Нужно называть слово по буквам. А те, чью букву назвали, приседают. То есть у них есть эти буквы, ну, их как бы, ну, например, 12 человек. Мы по 3-4 буквы раздали. То есть 12 человек нам придется по несколько дать. Каждому по 3, если у нас там было 4. И, например, слово «тен» мы начинаем, называем по буквам «ти», все, у кого «ти» приседает, и все, у кого «и» и так далее. Можно наоборот, если есть место, то вставать в классе. Потому что я просто привыкла, что частная школа, а такое уже давно не делала. Они у меня вставали. Я помню, меня даже ругали, что они топают на каких-то буквах, топали. Да, и потом присели, и еще и назвать эту букву. Ну, и после еще сказать слово, потому что раз я говорила слово по буквам, это какое-то слово явно. Дальше, продолжаем мы играть с карточками. Слева будут разные странички из книги. Вы можете увидеть вот здесь потом это дополнительное чтение там по буквам, по гласным, по соединениям и так далее. Их много. Но это вы все сможете увидеть. Вот, кстати, картинка, как видите, показывает букву. Дальше. Что с карточками? Я говорила про транскрипцию. Показываем транскрипцию. Надо назвать звук и букву. И еще можно слово, в котором есть такой звук. Назвать. Например, если покажем, так там сколько можно, даже если мало ли в серединке. И если они скажут слово не из тех, что изучали, ничего страшного нет. Дальше рисуем на доске. Можно вот лишь очертание. То есть вместо карточки можно нарисовать предмет, букву, там транскрипционный счет. Можно кусочек от этого всего лишь. А им нужно назвать, что это. Если это предмет, то назвать по буквам. Если это просто звук, люди просто будут, просто звук, и так далее. И также можно, если это предмет, например, ручку нарисовали, почему не всегда карточки, почему не всегда это живые предметы, это им тоже интересно. Они еще очень любят, что учитель очень красиво рисует, или наоборот плохо. Я всегда плохо рисую, чтобы они думали, что они сами суперхудожники. так вот, если мы нарисовали ручку, то они отгадали, сказали, я прошу еще назвать потом по буквам и еще назвать по звукам, чтобы они еще на звуки реагировали. Дальше, если у нас карточки с буквами, можно попросить их сложить слово из карточек, потом под него выложить транскрипционных значков это слово и так далее. Ну и можно что-то показывать руками, жестами какое-то слово. А, дети называют это? Ну, с этой же ручкой, да, я могу вот так вот показывать, что я и пишу, они называют его это слово и по буквы, ну и один ребенок что-то показывает, так же, как я показывала, пока звуки у них эти просто замечательные, попробовать, да, называется, или наоборот слишком просто, а другой называют. И можно один показал, другой назвал, третий пишет, и четвертый еще может написать транскрипцию, затем меняются. Ну, я бы, конечно, совсем маленькими этого я не делаю, но все равно те, которые старше, уже могут. То есть вот, видите, слева опять еще одна страничка из книжки, о которой мы говорим. Здесь надо написать эти слова, но мы можем по-разному здесь их делать. Можем просто сказать, сидите и пишите, а можем их как-то зашифровать. А справа еще картинка, вот, где-то показывают буквы разные. И, кстати, можно просто вот это тоже взять и распечатать. Я вам презентацию отправлю распечатать, и из этих составлять. Он потом будет читать. Вот по-разному можем сюда им дать возможность написать, да, например, написать только две буквы и поставить, что это только одну. Натьти может быть много слов, да, потом только серединку, только последнее или вообще вот так для каких-то, то есть разные можно зашифровать. Если они не знают, не могут найти, то мы можем на диске подсказывать. И вот любимое у них это, когда я пишу слово, потом его обвожу и серединку убираю. Я делаю прямо при них, они потом туда вписываю. Все равно иногда вписываются ошибкой, поэтому все я пишу при них. Но ребята постарше у меня любят, это даже шестой класс. Я им сразу те слова, которые изучали, это отходя от этой книжки, просто скажу, вдруг будете использовать. Я им сразу вот эти обведенные даю. Я уже заранее их готовлю и обведенные. Я отступаю чуть-чуть. Итак, дальше игры со словами какие еще могут быть самые любимые у них бинго. Не смотрите на эту табличку, я просто вставила туда все слова, эти все слова, все значки, все буквы, все картины. Можно вот такую, например, поместить на доску и им дать либо листочек, распечатанный уже с клеточками, либо они сами. Это зависит от того, как быстро они делают, потому что иногда они очень долго это все рисуют, они приходят все равно самой делать. Поэтому и в клеточке им нужно нарисовать. Две картинки нарисовать, писать два слова, ой, простите, букву пропустила, два слова, два звука и две буквы любые из тех, которые изучали. То есть для этого вот эта картинка отсюда взять, в любые места все равно, как я обычно говорю, расположите, чтобы через эту клеточку были. Потом называем слово, звук, букву, и дети вычеркивают их у себя. Например, мы назвали слово, можно хоть картинку, хоть слово вычеркнуть, как хотите. Можно разнообразить, не сказать не две картинки, два слова, два звука и две буквы, а сказать, вам нужно занять, получается, восемь клеточек. Вы можете хоть все восемь написать словами, да, хотите, по-разному. Можно исключить картинки, как они хотят. И можно не зачеркивать, а закрывать чем-то, а потом поменяться листочками, потому что они скажут, давайте еще раз. Хорошо, только давайте поменяемся листочками. Если они сами это писали, а не вы им изготовили такие, то они меняются. Бинго, они любят. Конечно, игр со словами еще может быть миллионы, поэтому показать картинку, но называть не то слово, да, например, я так делаю с цветами, называю не тот слов, они не то слово они должны исправить. Здесь будет удобно, когда вот эти вот, если говорим все слова первого урока, написано «тен», а я говорю «пен», они говорят «нет, а почему? Потому что буква не та, какая буква не та и так далее». Тут показываем кусочек от картинки, от этой же ручки, от картинки или от буквы, от слова, они должны назвать, что это, и опять по буквам, по звукам и так далее. Любимая игра тоже, показываем карточки эти быстро, вот для чего нам нужны были карточки. Я просто быстро переворачиваю, они называют. Даже если они не отгадывают, они еще раз назвали слова, и еще раз мы вспомним, что это за слова, зачем они были. Ну и еще беспорядочные называют какие-то, вообще любые слова, но в них вложены те, которые были. Нужно хлопать на слове, которое было на уроке. Тот, кто хлопнул, я, например, говорила, не знаю, «yellow cat» говорит вдруг «pen», кто-то один хлопнул, а теперь назови его по-богу, по-богу тоже. Дальше, продолжаем именно со словами. Игра «найди своих». Мы делим детей на команды, и им нужно раздать картинку, слово и транскрипцию. Мы даем, например, картинка 10, у одного, у другого транскрипция и у третьего само это слово. И они ищут друг друга. Потом можно, они выстраиваются в рядок по три человека. То есть, можно разобрать, что у меня только четыре. Но и то уже три на четыре двенадцать, хотя я знаю, что сейчас большие группы бывают, и называются и опять они умеют читать и писать. Это все из одного пока урока можно столько сделать. Ну, про мячик там еще будет, но все равно. Кидаем мяч и называем букву. Он ловит, повторяет, кидает мяч, называет следующий в этом слое. Мы дошли до конца слова, и тот, кто будет уже четвертый, он называет все слово. Опять можем его сказать также по звуку. Дальше, это не бьюнг, это просто я взяла табличку оттуда. Четыре команды, каждый выдается список со словами, которые мы изучали, и они расположены в разном порядке. Нужно на время добежать до доски и написать на ней свои слова. Все эти, просто они в разном порядке. Одни пишут, пишут, чтобы они не смотрели друг в друга, то скажут одно и то же. У них будет в разном порядке. Кто быстрее напишет. Смысл только написать, конечно же, чтобы они правильно писали, а кто быстрее, нам уже не важно, но они любят, чтобы засекали время. Ну и, конечно, это я просто взяла не с этими словами, но подойдет. Мы изучили, например, эту и в закрытом слоге, и мы идем, не называем те слова, которые не подходят, только называем эти. Как доходим до такого слова, так и называем. Так доходим до конца. Сыгранное не любит. Потом их станет больше, называть. Можно потом, когда изучили, другие буквы распределить. У тебя будет желтый, у тебя зеленый, и так далее. И называют только свои. Итак, по той книжке мы поработали, тысячу игр поиграли, достаточно много, и нам нужно уже научиться не просто читать отдельные слова, а составлять их фразы. И часть слов мы уже знаем, они нам будут под ногой. Смотрим, что из себя представляет второй тренажер. Итак, здесь мы начинаем знакомство с фраз. Самая простая фраза «It is a pain». И я когда взяла, думаю, боже, я как раз так и делаю. Мы сначала изучаем слова, а потом я начинаю говорить, что это. И вот он, прекрасный тренажер, ничего выдумывать не надо. Здесь есть правила, потому как, когда они это изучают, они уже чуть постарше и могут понимать эти правила. Нет, мы им зачитываем. Совсем маленьким все равно это не взять. Ну и там, если даже это был первый класс, там все равно полгода только ту делали. Вы же не проводили на каждом уроке. Это все равно как-то раз в неделю получается. Вот. Здесь у нас что? И мы называем. Мы даем этот образец и потихоньку из образца убираем по одному слову и они их называют. Естественно, мы потом вставляем свои слова. Я беру все те, чтобы не придумывать ничего нового. Те слова, которые у нас там были. И мы можем с ними точно так же поработать. Да, прочитали мы все эти, посмотрели, и они теперь... А давайте вот у нас, помните, был pet, can и net. Давайте с ним составим такие же предложения. Ну и здесь еще оговариваем артикльен. Дальше. Здесь у нас задание сопоставить фразу с картинкой, но раз мы упоминали свои, мы их и подпишем. Так, сделаем книжки, проведем линии, а здесь просто подпишем их, уже напишем такую фразу. Ну, если очень хочется, можно еще и с транскрипцией, но я не делаю эти предложения в транскрипции, только слова отземные. Итак, дальше идет второй урок, мы начинаем добавлять прилагательные, рассказывать, что это от них нам становится. Мир у нас ярче, и мы добавляем. Здесь у нас расписано по цветам, мы добавляем, а мы добавим точно так же со цветами или со словами большой-маленький к нашим словам, которые были в предыдущей книжке. А и здесь точно так же получается. Далее мы можем расширить, сделать два, сказать red and white и так далее. То есть мы все время держим связь с тем, что было раньше, не только здесь берем. Поэтому, кроме того, что они увидят здесь, в новой книжке, у них еще и будет связь с тем, что уже проходили. Здесь тоже сопоставляем фразу с картинкой, а у нас свои, мы их подпишем. Мы уже напишем, что it такого-то цвета, что тут blue. Если не захотят, еще напишут and white. Я беру только три, конечно, там могут быть разные. И вот таким образом каждая новая страница, она будет чему-то учить. У нас была такая фраза, потом там будет множественное число потихоньку. Она все книжка, что первая, что вторая, она полностью продумана так, что при помощи первой они учатся читать отдельные слова, при помощи второй они учатся составлять эти предложения и постоянно подтаскивают себе предыдущие слова, предыдущие темы и так далее. То есть ничего не нужно уже, нам даже не нужно объяснять, там все написано, мы просто это прочитаем. но всегда я подтаскиваю еще другие слова, добавляю что-то еще, чтобы у нас было как можно больше игровых моментов. Сейчас посмотрим, какие могут быть игры. Здесь они у меня все в одно, если вы их знаете прекрасно, не знаете, сейчас я расскажу по одной. Итак, A Funny Parrot, это самая любимая игра у моих детей, у любых. Мне даже как-то спрашивали подростки, я слышал, вы занимались с моим братом младшим, почему мы так не играем, хотя игра очень простая, это даже не игра, это просто повторялка, они думают, что это игра. Сейчас мы будем попугайчиками, будем сидеть вот так, я им говорю, сядем вот так, на жердочках сидим, что делают попугаи, они говорят, они разговаривают, не разговаривают, они же не просто разговаривают, они повторяют все за другими несколько раз. Так вот, я буду хозяин у вас у попугайчиков, а вы будете повторять за мной, потом мы правда меняемся, я тоже хочу быть попугайчиком, вы мне говорите, я повторяю, опять-таки, небольшой обман, и они повторяют за мной как попугайчики три раза, то есть я говорю там и цепен, они повторяют цепен, и цепен, и цепен. Еще я им иногда говорю, что я буду говорить медленно эту фразу, а вам нужно за это же количество времени повторить ее трижды, и они стараются быстрее. Я всех слушаю, говорю, нет, неправильно, плохо попугайчики повторили, и потом говорю, опыти у меня хорошие попугайчики. Дальше. Find the word, find the phrase. Смотрите, мы составляем небольшие тексты с теми изученными словами, фразами, которые уже изучались, и им нужно обвести эти слова затем прочитать. Посмотрите, какой текст. Я его составила при помощи чата GPT. Он вставил мне туда эти слова, и они у меня здесь их находят. Мы можем целые фразы ставить. Если очень нужно кому-то, но мне кажется, все сейчас знают, я могу показать в конце. Как это сделать? Напишите в чат, если нужно. Если нет, я не настаиваю. Они их находят, и мы их анализируем. Первое было TEN, я просто взяла все на те слова. TEN, что у нас тут еще? little есть, little есть, red есть, и так далее. Мы их находим и анализируем те слова, которые рядом. И нам потом легче прочитать все остальное. Потому что, когда они просто так смотрят на текст, даже вспомните, дети, которые готовятся к ОГЭ, они смотрят на текст вот так вот, и думают, это что такое? Это что? Это какой-то страшный текст. Я говорю, давай найдем слова, которые ты знаешь, подчеркиваем, оказывается там 60-70% слов знаешь. Хорошо, так уже не страшно. Давай посмотрим, какое рядом. И так далее. Здесь мы делаем то же самое. Те, которые они знают, им становится сразу легче. Это же наши слова. Хорошо. А тут еще есть слова, которые похожи. Надо на букву отличаться, значит, оно читается так же. Ну, если нет, надо это проконтролировать. И так далее. Им, конечно, гораздо легче читать. Они могут легко прочитать вот такой текст. Как я сказала, текст составила не я, а искусственный интеллект. Хорошо. Дальше. Обратный диктант. Мы диктуем слова задом наперед. То есть я говорю не cat, не cat, я говорю t, a, c. Они так и должны с конца писать. Я им говорю поставить точку и от нее писать в другую сторону. И потом они говорят. Так же точно, когда они постарше, маленьким можно. Слово, когда постарше, можно диктовать целые фразы, но не по букве, по слову. Например, он сам был. It's a black pen. Мы диктуем точку ставим, потом диктуем. Pen, black, a, it. Не забываем, что первое слово с большой буквы. И здесь задача написать. Можно уже по пути догадаться, что это, Не догадаясь по пути, хотя бы прочитать. И тут еще один текст, это просто для разнообразия. Тоже составил искусственный интеллект. Я попросила тот сократить. Он не его сократил. Ну, мало ли, какое-то короткое предложение можно. Например, после того текста, если взять этот, то по одному слову они не смогут написать. Дальше. Про мяч я уже говорила, там мы просто его кидали. А здесь кидаем мяч ребенку, называем слово, если со словами была игра, или фразу, и он произносит слово по буквам, если это было слово. А во фразу можно либо по одному слову произнести эту фразу, отдельно останавливаясь, либо добавить что-то свое. Если я ему пинал сказал it's a pen, ему нужно сказать it's a black pen. И так далее. Либо поменять. Я ему говорю it's a black pen, но он говорит it's a black, что там у нас было, где слова были net, неважно. То есть поменять одно слово. Можно, конечно, кидать мячик из слова, показывать, а не говорить, и тогда он из него его повторяет или составляет фразу из него. А также, если слово можно по звукам, по буквам и так далее. То есть этих вариантов может быть множество, но самое главное, что задача не просто как обычно с мячом повтори слово, а у нас как будто меняющееся. Кинули, он нам возвращает или другому ребенку передает уже длинное. Также мы можем вставить туда много прилагательных, и они будут, этот карандаш у них будет становиться там и длинным, и всяким разным, если мы уже ставим прилагательным. Так они будут понимать, что у нас эта фраза может много всего попасть. Дальше. Печатная машинка, они по-разному могут проводиться, но обычно раздаются буквы, и мы точно так же называем слова, либо выдаем не буквы, а целые слова из предложения, и когда мы называем эту букву, они должны хлопать в ладоши. Ну, я обычно прошу еще поднять эту букву или это слово, и у нас получается как печатная машинка, вот у которой нажимаешь, у нее эти клавиши прыгают, а не с этими поднимутыми руками. Да, ну, единственное, что пробел это общий хлопок, надо, когда я говорю пробел, они должны быть все и так далее. Можно договориться, обозначить, как это у них будет. И таким образом мы опять по буквам разбираем, по словам разбираем, предложения, можно предложения распечатать, разрезать им, раздать, потом они построятся, и потом их отпечатывать и так далее. Потому что распечатная машинка, И еще одна игра, одна из моих любимых, если кто-то был на вебинарах, то вы знаете, это мое самое любимое задание, которое я делаю для детей. Нужно развесить на стенах, на полу, на стуле, где угодно, только так, чтобы они могли достать дети, изучаемые слова, буквы, картинки, предложения, все равно что. Как я сказала, чтобы они могли достать. То есть я-то достану высоко, они могут достать. И можно сделать следы с ними, это я хочу пояснить. Я делаю такие следы, кладу их в файлики и потом туда подкладываю слова. Почему? Потому что они чтобы на них ступали, а на стены, ладошки. Так им будет интересно. Я включаю музыку, и они после могут ходить, бродить, после небольшого проигрыша, восстанавливаются и называю одно из слов, букву или предложение. Говорю, it's a pen, например, и им нужно подбежать и задеть это. Есть там эти какие-то red nose, игра, такая же. Я еще как-то играла с ними, лизот делали, они застывали на слове лизот. И потом, что делали. А если нет, если они не нашли, а я сказала, например, it's a pen, они могут просто ручку показать. Или была буква A, можно на доске написать. То есть что-то нужно с этим сделать. Это моя самая любимая, но ее лучше проводить в конце. Как видите, мы можем просто следовать книжке. Книжка хорошая, построена так, что нам там в принципе ничего не нужно, но если мы еще разнообразим ее, то будет гораздо интереснее. И что я хотела сказать. Когда, как сказать, что мы будем этим заниматься, то есть как нам ее использовать. Она же должна быть где-то вставлена в урок. Во-первых, книжка должна быть у каждого. Мы же не можем распечатывать. Представьте, куча распечаток, это все будет теряться. А в книжке мы отслеживаем прогресс, они видят, мы столько уже много написали, мы столько знаем. И, я говорила, мы отмечаем буквы, которые уже изучали, которые звуки уже изучали. Поэтому лучше, чтобы она была у каждого. И тогда, когда она есть у каждого, мы видим, что и дети видят, и родители видят, что она относится к основному учебнику, по которому мы занимаемся. И вы, просмотрев ее, сможете понять, куда вам ее вставить. Например, у меня как раз тема была вот только что. Сейчас я вам даже покажу. Вот у нас были всякие ручка и все такое. и мы завтра будем, у меня первоклассники, мы завтра с ними начинаем вот по тренажеру заниматься. Там как раз слово мне этого было очень нужно, чтобы мы только, мы, правда, летом учили алкогицы, кончили, но сейчас вот начинаем. Поэтому, чтобы было куда вставить, нам нужно, чтобы эта книжка была. Если будут распечатки, то просто будет, ну, бесполезно, они будут их выбрасывать и все. Один сохранит, другой выбрит, скажет, а это надо и вот так вот сидеть, перекладывать. Здесь у меня ссылки на тренажеры эти, где их нужно посмотреть, приобрести. Там есть несколько страниц у них. Сейчас я выйду, зайду в чат и посмотрю, если у вас какие-то вопросы. Если нет, то отправлю ссылку на презентацию и на некоторые файлы. Там есть транскрипционные, значки, что-то еще я положила уже, я не помню. Посмотрим ваши вопросы и заранее благодарю. Сейчас я отсюда выну. Скажу, что что-то писали. Так, давайте я сейчас выйду и разберу чат. Так, что вам показать, как попросить у искусственного интеллекта сделать текст. Пишите показать. Ага, все вижу. Сейчас покажу. Так, минуточку, я сначала вам отправлю ссылку на презентацию. На презентацию и потом покажу, как Помни嘴. 享受